Друзья, здравствуйте! Наша студия продолжает свою работу. Рядом со мной человек, который привез теннис в Санкт-Петербург, Александр Иванович Медведев. Александр Иванович, здравствуйте! Я вас поздравляю с тем, что праздник, который неделю проходил в Северной столице, он подошел к своему логическому завершению. Леди Строфи, третий раз проводите. Какие ощущения в этом году остались? Ощущение праздника, праздника и на корте, и вокруг корта, и то, что зрители уделили, как обычно, внимание в выходные дни, заполнив стадион практически до отказа. И как болеют у нас, умеют, понимают, знают теннис. И даже в матче, когда играет наша российская теннисистка, оценивают игру соперницы. Мы сейчас с коллегами изучили информацию, данные говорят, что этот турнир был самый популярный среди болельщиков за последнее время вообще в России по количеству билетов, которые были куплены. Причина такая, причина вашего успеха в чем? Это не только высший уровень тенниса, но и работа с болельщиками, включая современные инструменты, социальные сети, которые популярны среди молодого поколения. Да и не только среди молодого. Это самая быстрая голубиная почта, которая есть. И хорошие вести быстро разносятся. И поэтому в инстаграме выкладывают и сами спортсмены. Давайте просто расскажем нашим зрителям. Дело в том, что вот который раз я слышу, теннис в России не популярен. Что делают команды в Санкт-Петербурге, да, вот этого турнира? Тут у нас есть теннис-сток. Это открытый пресс-центр, где болельщики могут спокойно пообщаться со звездами тенниса. Мы всю неделю были свидетелями. Это потрясающее шоу. Это музыка. Это концерты. Это постоянный такой интертеймент непосредственно в зрительской зоне. Как вы к этому пришли? За счет чего? Кто, может быть, вам подсказал? Или вы сами увидели? Ну, на самом начале была концепция, что это не просто турнир, который проходит 10 дней в месяц квалификации. Но это все, что вокруг турнира. И работа с нашими юными теннисистами и теннисистками очень важна. мастер-классы для детей, которые еще только, может быть, первый раз взяли ракетку на этом мастер-классе и будут потом своих родителей просить. Потому что в современном мире опасно. Можно быть героем виртуальным, просто тыкая в клавишу компьютера. А все-таки спорт требует усилий, преодоления. И мы хотим, чтобы помимо компьютеров наши молодые люди увлекались реальным спортом, реальной жизнью. А как вы чувствуете, зрители уже прониклись теннису, да? Они понимают, что это такое? Знают, кто такая Петр Квитова, Кристина Младенович, Георгий. Вы научили болельщиков, которые были далеки от этого, разбираться в теннисе? Ну, конечно, потому что и презентация игроков, которые каждый раз при выходе, и не случайно, хотя наша Дарья не попала в финал. Касаткина, да. Но на финале Квитова и Младенович был полный стадион. Последний вопрос все-таки. Какие планы у вашей компании? Потому что, я понимаю, впереди еще и мужской турнир, да, в сентябре вы будете к нему готовиться. Есть ли в планах Формулы Т-Х развитие тенниса на кардинально другом уровне? Новые турниры, я на это намекаю. Ну, вот, восьмерка ушла в китайский город Шэньчжэнь, но само руководство WTA и люди, которые вокруг тенниса имеют и большое значение, и влияние, они, видя, к чему готов Санкт-Петербург, что мы можем, выходят на нас с предложениями выдумать, может быть, что-то такое, которое популярности не будет уступать восьмерке, а может быть, даже и превзойдет ее. Так что думайте. Пока секреты не буду раскрывать, но идей много, и они так будоражат ум. Ждем нового Формата, Александр Иванович, спасибо. Да, и всем пора на теннис. Пора на теннис, а мы уже, друзья, на теннисе. Спасибо большое, Александр Иванович Медведев был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. Спасибо.